Все участники производства в делах о банкротстве имеют форум, на котором могут и поделиться своими позициями, мнениями, обсудить вещи, которые действительно актуальны и, возможно, прийти к чему-то более конструктивному, чем есть сейчас. Вторая сессия, которая у нас сейчас начинается, скорее, предбанкротная, она будет посвящена ситуациям, в которых банкротство можно было бы предотвратить, путям предотвращения этого банкротства и процедуре, которая в профессиональных кругах трактуется очень по-разному и как действенный инструмент для финансового оздоровления. Многие ее пытаются использовать, но практика идет таким путем, что чаще досудебная санация все-таки пытаются ее использовать в качестве инструмента для манипуляции либо в переговорах с кредиторами, либо для достижения иных целей, получения более выгодной позиции в реструктуризации и так далее. Но, тем не менее, предлагаю начинать именно с позитивных моментов, а именно с общих положений, связанных с реструктуризацией внешних заимствований. На эту тему будет первый доклад Николая Лихачева, советника юридической компании «Спенсер и Кауфман». Тут сразу хотелось бы сделать оговорку, я полагаю, речь будет идти не столько о заимствованиях в контексте бюджетного кодекса, как внешнеэкономических, сколько о внутренних обычных коммерческих займах. Николай, если я правильно понимаю, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, с вашего позволения, встану, мне как-то так комфортней перед вами будет выступать. Меня зовут Николай Лихачев, я советник и глава практики банковского финансового права адвокатского объединения «Спенсер и Кауфман». В своей карьере мне посчастливилось работать как на стороне заемщиков, так и на стороне кредиторов. До «Спенсера и Кауфман» я работал в одном из банков, а именно национальный кредит, который, к сожалению, успешно ушел в администрацию фонда. Но благодаря, скажем, опыту работы и в юридических компаниях до банка, и потом в банке, и сейчас снова в роли профессионального юриста, есть опыт и реструктуризации на стороне банка, и реструктуризации на стороне заемщиков. Поэтому постараюсь поделиться некоторыми своими мыслями и опытом по этому поводу, который, надеюсь, будет полезным. Тема действительно немножко странно называется «Внешних заимствований». Это никак не связано с суверенными заимствованиями, то есть это просто реструктуризация кредитов, взятых либо же в украинских банках, либо, возможно, в банках-нерезидентах. В принципе, я начну с глобального причины реструктуризации. Первое – это bad luck, когда все пошло плохо, и экономические обстоятельства, финансовый кризис, потеря конкурентных позиций, потеря определенных рынков, внутренние факторы компании. Все это может привести к тому, что заемщик на каком-то этапе не рассчитал и, скажем так, взял немного больше кредитных средств, чем мог бы себе позволить. К этому относится также неверная стратегия. Также не стоит забывать о том, что многие заемщики изначально не собираются никогда отдавать взятые кредитные средства, поэтому мошенничество тоже является одним из моментов, когда банку уже самому требуется определенная стратегия работы по реструктуризации тех или иных никотиноклассифицированных активов и кредитов. Также моментом, который может вызвать неплохие способности и последующую реструктуризацию, может быть чересчур большое накопление задолженности одним заемщиком, но об этом немного дальше в примерах. Итак, когда все идет не по плану, что же можно делать и что происходит? В кризис банкам не хватает ликвидности, наверное, не скажу ничего, скажем, нового, но когда банкам не хватает ликвидности и когда все идет не так, то требования к кредиторам увеличиваются, ужесточается возможность перекредитоваться, банки реже идут навстречу заемщику, и как следствие это все приведет к тому, что структурировать процедуру реструктуризации довольно сложно. И когда добросовестно заемщик действительно понимает, что он не может на себя больше тянуть бремя кредитное, и ему нужно что-то делать и договариваться с банком, то если у него нет заранее подготовленной стратегии, ему будет очень плохо. Как следствие преимущество может быть только у тех заемщиков, у которых заранее готов план, так сказать, worst case scenario. Когда есть определенный кризисный план и есть, может быть, даже определенный человек, который в случае чего будет отвечать за кризис менеджмент. К сожалению, работая в банке, советником главы правления часто сталкивался с большими заемщиками и видел, что не все заемщики, скажем, это имеют, и на этапе, когда все идет плохо, все идет не по плану, скажем, они больше надеются на банк и его помощь. Хотя у банка может просто не быть физически мощностей, так сказать, людских, для того, чтобы помочь вам сделать эту реструктуризацию. Поэтому нужно понимать, что и вы, как мои юридические коллеги, персоналы рынка, в случае общения с клиентом, я думаю, должны советовать определенные моменты, что клиент в случае, когда все идет не так, должен, если у него еще нет, немедленно разработать программу, именно не стратегию, а программу антикризисных мер, которую можно внедрять в компании прямо вот с первого дня, когда мы понимаем, что, скажем, обратной дороги нет и прошел пункт определенного невозврата. Нужно разработать финансовую модель компании, которая базируется на реструктуризации, то бишь, что будет с компанией в процессе на каждом этапе. Также нужно подготовить план действий под каждого и кредитора, потому что часто кредитора бывает несколько, и под каждую ситуацию, когда что-то пойдет по-другому. Также нужно понимать, что заемщик должен учитывать не только свои интересы из серии, спешите мне 90% долга, а я там 10% как-то отдам. Банку-то явно не понравится. Нужно обязательно прописывать стратегию таким образом, чтобы банку тоже было интересно идти вам навстречу. Также банкам я советую в своих общениях, потому что понимаю на самом деле, как это было у меня, когда я был, так сказать, банкиром. Кредитору важно понимать, что бизнес нужно оценивать не с, скажем, оценивать бизнес как доходный, используя доходный метод, а не ликвидационный. То бишь, рабочий бизнес не должен оцениваться как имущественный комплекс из серии, вот фирма, вот если все продать, вот будет столько-то денег, и мы примерно понимаем, сколько мы взыщем. Доходный бизнес все-таки, как бы это ни было, генерирует какой-то доход, он должен стоить дороже, должен быть оценен дороже. Поэтому в работе с реструктуризацией нужно тоже это принимать, и в общении с заемщиком нужно понимать, что нельзя просто оценить бизнес по его активам. Это неправильно. Также нужно понимать, что если бизнес требует определенной инвестиционной составляющей, если это какой-то инвестиционный проект, и нужно дождаться до определенного момента накопления инвестиций, когда инвестиции начнут приносить прибыль, или хотя бы генерировать какой-то кэшфлоу, то нужно отдать определенную отсрочку. То бишь нельзя моментально начинать, скажем, какие-то военные действия, направленные на борьбу с таким заемщиком. Итак, реструктуризация или взыскание. Я всегда за то, чтобы начинать с реструктуризации, потому что в этом процессе всегда можно координировать действия как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора. Есть наличие времени на продажу бизнеса, и мы знаем, что бизнес будет стоить дешевле, если его продавать вот сейчас с молотка в данный момент, чем если подождать, возможно, какого-то определенного момента. Конечно, это не всегда работает именно так, потому что есть действительно ситуации, когда время идет на минуты, но в большинстве случаев это не так, и определенная отсрочка даст больше позитива. Также в случае реструктуризации она может проходить тихо, и это будет отсутствие негативного фона, что очень важно как для бизнеса клиента, то бишь заемщика, так и для банка. Потому что не мне вам объяснять, что если на рынке какая-то сделка с очень большим кредитом начинает рушиться, и к заемщику сразу посыпятся другие требования от других кредиторов потенциальных, не обязательно банков, то есть все это только усугубит ситуацию. Поэтому реструктуризация всегда может быть тихо, проведена аккуратно и постепенно, что даст больше выгоды всем сторонам. Взыскание – это будет дорога с односторонним движением, это будет обязательно противоборствующий должник, который будет признавать залоги недействительными, который будет всячески пытаться перевести все активы куда-либо на какую-то аффилированную компанию и всячески бороться с банком. Также я хочу сказать, что реструктуризация – это ручная работа. Нет определенного плана действий, который подошел бы в любом кейсе по реструктуризации. Это просто невозможно, потому что это зависит от большого количества факторов, как от активов должника, от количества кредиторов и прочих факторов, которые влияют на этот процесс. Также нужно понимать, что практически любой финансовый инструмент, который есть в распоряжении у банка в определенный момент может быть инструментом, который будет способствовать реструктуризации. И этого никогда нельзя забывать. Также нужно понимать, что бизнесмены всегда оценивают свой бизнес с точки зрения оптимистической стратегии. То есть никто не верит, что что-то пойдет не так. И это одна из больших проблем, с которыми встречаются украинские банки, потому что, скажем, у них нет возможности действительно на начальном этапе согласования кредита проверять, есть ли так называемый worst case scenario plan. Когда клиент понимает, что он будет делать, когда, как я вначале говорил, все пойдет не так. И то, что нам нужно советовать и помогать с юридическим точки зрения нашим клиентам, банкирам, это как раз-таки прорабатывать схему действий, прописывать, возможно, определенным даже образом договора, вставлять туда определенные провизионы, которые будут предусматривать, скажем так, защиту интересов банка относительно тех шагов, которые будет предпринимать клиент, чтобы он не играл, скажем, в нечистую двойную игру. С точки зрения заемщика, как я уже говорил, предложение должно быть интересно банку не только с точки зрения прибыли банка, но и использования банковских продуктов. То бишь, в структуризации банк не просто вам спишет какую-то цифру, вы должны будете использовать ряд банковских продуктов, чтобы хоть на чем-то банк мог зарабатывать какую-то комиссию. И также нужно понимать, что у банка есть определенные внутренние регулирующие инструкции, нужно формировать резервы, нужно соблюдать систему пассивов, структуру пассивов. И, скажем, в процессе реструктуризации это все нужно принимать во внимание именно заемщику, потому что именно вам, ну, не вам, а непосредственно заемщику, нужно будет предлагать банку сделку. Как правило, банки не будут вам идти навстречу, говорить, ладно, господин Икс, давайте мы вам действительно простим часть кредита, вы такой хороший заемщик. То есть этого не будет, поэтому именно вам нужно подсказывать своим клиентам, заемщикам, как разрабатывать эту систему. Итак, самый интересный момент, наверное, это когда кредиторов много и кросс-дефолт оговорка. Наверное, это один из самых сложных процессов, потому что большие предприятия, заемщики, как правило, берут кредиты у большого количества кредиторов. И, как правило, все эти кредиторы вставляют свои договора кредитные, кросс-дефолт оговорку, которая говорит, что если у тебя дефолт по одному обязательству, у тебя дефолт сразу наступает по всем остальным. И, наверное, это один из самых сложных путей в реструктуризации, это самая сложная сделка в реструктуризации, потому что если хотя бы один кредитор, у него рука дрогнет и будет дефолт, и один из кредиторов начнет опроучить заемщика как дефолтного заемщика, то посыпется вся, знаете, как карточный домик, это все начнет падать. Поэтому нужно понимать, первое, у всех кредиторов разные интересы. И самое интересное, что кредиторы никогда не будут доверять друг другу. И они все будут смотреть и действовать только ориентируясь на других кредиторов кредиторов в данном конкретном кейсе. Далее я там расскажу немножко про агрохолдинг Марье, потому что банк, которым я работал, был одним из кредиторов славно известного агрохолдинга. И это как раз-таки яркий пример работы синдиката банков именно по реструктуризации этого проблемного заемщика. Я буду пытаться сейчас говорить быстрее и проскакивать, может быть, некоторые места, чтобы дойти все-таки до Марьи. Крайне важным является для заемщика ни в коем случае не вести сепаратных переговоров с банками, потому что это приведет как раз-таки к обиде определенных кредиторов и возможному дефолту. Это ключевой момент, что если заемщик понимает, что он в дефолте, то уже как бы ничего не сделаешь. Нужно аккуратно, постепенно начинать вести процесс общения со всеми банками, но ни в коем случае не с каждым по отдельности. Важно для кредиторов скоординировать свои действия, организовать синдикат. Если на это нет времени, потому что бывают разные случаи, хотя бы сформировать его формальный вариант клуб кредиторов. Это практически невозможно по украинскому законодательству, потому что наш законодатель этого не понимает, поэтому опять-таки, как это было с агрохолдингом РИА, все подобные синдикаты и клубы, они формировались не по украинскому праву, они формировались по английскому праву, так как там был ряд английских иностранных кредиторов и бондодержателей, бондхолдерс, держателей облигаций. Фактически только в таком формате, такого меморандума дружеской, джентльменской сделки, возможно, каких-то соглашений, подписанных по праву другой юрисдикции, можно добиться реально слаженной работы. Также то, что я вижу, очень редко принимается в Украине, и многие даже про это не знают, включая банкиров, это 8 принципов INSOL. INSOL это международная ассоциация профессионалов в сфере банкротства, реструктуризации и неплатежеспособности. Это английская ассоциация, которая была признана разработать пути и определенные фреймы для того, чтобы начать работать как раз таки, чтобы банки могли работать с определенными заемщиками. И эти 8 принципов как раз четко были применены в работе с Maria Agro Holding. То бишь, это определенный вариант. Первое. Координация действий всех кредиторов. Это предоставление заемщику определенного периода standstill, то бишь моратория, когда никто из кредиторов не должен требовать ничего. И когда заемщик ни в коем случае не должен идти на уступки к какому-то кредитору, что будет нарушать права другого кредитора. Фактически заемщик должен предоставить всем кредиторам информацию о всех своих долгах каждому кредитору. И вот здесь уже начинается вопрос, а нарушает ли это украинскую банковскую тайну. Вроде когда, потому что заемщик, кредитор и заемщик, они не должны делиться информацией по своим договорным отношениям с другими сторонами. Но нужно понимать, что если мы действительно хотим выйти из структуризации, то нам нужно мыслить глобальнее. Вот как раз здесь я уже дохожу до тех предметов, с которыми я работал. Вот Мрия Гархолдинг, вы знаете, текущий долг составляет больше миллиарда. Там разные подсчеты. Кто-то говорит полтора, кто-то говорит миллиард сто. Но в целом это все зависит от того, как считать штрафы и проценты. Фактически Мрия может обслуживать только 10-15% своих кредитных обязательств. Иногда они говорят 20. По крайней мере, когда я уходил уже из банка, то последние переговоры шли о том, что они где-то лет через 10 смогут дать процентов 20, остальное им нужно простить. Ну или возможно перевести этот остальной долг в облигации, в акции. Но это все очень пока такой общий план, стратегический. Но, скажем, работа синдиката по Мрии как раз-таки была направлена на то, чтобы скоординировать процесс работы банков, чтобы никто из банков не мешал другому, чтобы не было досрочного погашения, чтобы не было взыска на каких-то залогов. В общем, наверное, это один из таких крупных примеров, когда действительно 8 принципов инсол работали и синдикат был создан. Один из наших недавних success story, непосредственно Спенсер и Каффман, это то, как мы помогли одной крупной финансово-промышленной группе компаний, имя которой я не могу называть, реструктуризировать кредитные обязательства на 200 миллионов долларов, которые были взяты, кредиты были взяты у 10 банков, составляющих синдикат, в которые входили топ 5 украинских банков и определенные банки-нерезиденты. Сумма сделки, фактически сумма реструктуризации была выше 200 миллионов долларов. И это тот процесс, который фактически уже завершен. То есть это действительно не планы, которые там у нас будут 5 лет. То есть это то, что мы смогли сделать, и мы выступали на стороне как раз-таки заемщика. И понимая весь процесс работы с кредиторами, мы смогли добиться и работы по принципам инсол, и, скажем, не вовлечения кросс-дефолт-оговорки, хотя во всех контрактах она была. То есть это действительно тот путь, который был долгий. Это было фактически больше полутора лет. И сейчас эта сделка, ну уже, скажем так, можно сказать, завершена. Также я хотел показать определенный план. Вы знаете, что согласно поставлению НБУ о нормализации ситуации на валютно-кредитном рынке, скажем, нельзя досрочно погашать кредиты дни резидентов. Вот один из планов, разработанный, который помогает, скажем, реструктуризовать определенный момент, определенный кредит взятого нерезидента, когда украинская компания-заемщик перекредитовывается с кредитором номер 2. Вот я сейчас свечу на левую доску. Фактически кредитор номер 2 и кредитор номер 1, конечно, должны желательно и с украинским заемщиком вступить в договорные отношения, желательно по английскому праву, ну или, скажем так, по праву другую юрисдикцию, нежели Украина, с целью составить этот план реструктуризации, когда кредитор 2 предоставит 100% кредит заемщику номер 1, ну, заемщику украинскому, украинский заемщик сможет этим кредитом погасить кредит первого нерезидента, так как постановление Ансбанка не запрещает взять еще один кредит на немножко лучших условиях, чтобы досрочно погасить первый кредит от нерезидента. Далее этот кредитор номер 2, опять-таки согласно дворных отношений, должен выдать опять кредит в размере 100% аффилированному лицу, кредитору, еще одному, который будет аффилированным лицом заемщика и также будет нерезидентом. Этот кредитор выплачивает эти же 100% кредита, ну, со всеми регистрациями Ансбанка, разумеется, заемщику, заемщик возвращает 100% нерезиденту, кредитору номер 2. И тогда кредитор третий, который аффилированный с украинским заемщиком, остается должен кредитору 2 нерезиденту. И вот здесь уже спокойно, может досрочно погасить в плане реструктуризации. Вот я написал 30%, но на самом деле ту цифру, о которой вы договоритесь, можно погасить уже с этого кредитора, имея на нем определенные средства. И дальше в конце у нас остается, что кредитор 2 и кредитор 1, они вышли из схемы. Украинская компания заемщик должна аффилированной компании кредитору своему и таким образом может спокойно рассрочить выплату и кредита, и процентов. То есть это один из определенных таких инструментов, который, скажем, прошел практику и не имеет больших подводных камней, хотя, конечно, есть нюансы. В целом пару слов о нас. Мы расширяемся. Сейчас в нашем составе, в составе Спенсер Кауфман, 6 практик. Это M&A Banking Finance, мое детище Corporate, Litigation Dispute Resolution, Real Estate Tax Insurance и White Collar Crime у нас недавно появилось. И с мая мы запускаем 3 новые практики. Это International Arbitration и Cross-Border Litigation. Отдельная практика будет. Family, Labor и Private Clients. Также IP, IT и Antitrust. Это вот 3 практики, которые у нас будут с мая. И количество юристов с мая у нас уже будет 35. Мы наконец-то дошли до того, что мы стали действительно full service в понимании, скажем, нашем и, надеюсь, в понимании рынка. Если какие-то будут вопросы, то, пожалуйста, задавайте. На данном, моя презентация закончена. Спасибо большое, господа и дамы. Николай, большое спасибо за такой очень проработанный и системный, глубоко теоретический подход, красивую презентацию. Собственно, то, за что мы всегда любим модные юридические фирмы. Пока во время вашей презентации мне пришло несколько смс от коллег, поэтому, воспользуясь служебным положением, задам вам вопрос, который встречается чаще всего. Вы упомянули банкротство Мрии и реструктуризацию. Но мы же все понимаем, что Мрию, в общем-то, делили большей частью не в Украине. Это так, больше как комментарий. А, собственно, вопрос, он касается каких-то полярных примеров. Вы говорите, что есть в Украине cross-default, что, в принципе, тоже вещь такая очень спорная. Укрсип, наверное, с вами согласится. Альфа после того, как я снесли в начале 2016 года, достаточно серьезное решение, навряд ли с этим согласится. Но вопрос в другом. Это же иногда работает в Украине понятейно. Вот если мы возьмем крупное банкротство, ну, точнее, не банкротство, а ситуацию с крупной реструктуризацией. Азов-маш, да? Она сколько стояла в стенд-стиле? Наверное, года полтора, ну, не знаю, поправьте меня, коллеги-банкиры, если ошибаюсь, но года полтора, мне кажется, точно. Без договоренностей по cross-default, без договоренностей, просто обычным стенд-стилом на паритетных началах. Вот как вы оцениваете подобную практику? Она работает, не работает? Как вы видите, может быть, тут роль юридических фирм или неюридических фирм? Каким образом такие реструктуризации все-таки можно проводить, когда множественность кредиторов и ситуация непростая? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, cross-default вопрос спорный в украинском законодательстве, но, скажем, когда у тебя есть не только ряд украинских кредиторов, а еще ряд иностранных кредиторов, а если у них еще и договора по какому-то иностранному праву, и там есть cross-default, он может сработать из-за того, что у тебя есть дефолт в Украине, это можно понимать. По поводу ситуации с Азов-машем, да, я согласен, что там был определенный standstill без каких-то договоренностей, но, может быть, их не было на бумаге, но они были понятийные. Возможно, для украинского рынка это и есть тот вариант клуба кредиторов, неформального синдиката, который не оформлен какими-то юридически значимыми или обязывающими соглашениями, но главное именно нам, как юристам, скажем, выступать в подобных реструктуризациях с точки зрения консультирования и предоставления информации нашим клиентам, как заемщикам, так и кредиторам, скажем, что никогда не стоит спешить в плане объявления какого-то дефолта. И вот с точки зрения МРИИ, то, что я могу сказать, там не только ведь юристы занимались реструктуризацией, там была привлечена финансовая компания Ротшильд, там были финансовые советники с Investment Capital Ukraine, то бишь одними юристами реструктуризация, конечно, не пройдет. То есть это нужно понимать, что наша роль здесь, наверное, второй скрипки, посему мы должны понимать этот процесс, мы должны помогать с каких-то юридических точек зрения этому процессу. Ну, конечно, я вряд ли думаю, что большую реструктуризацию можно провести без финансовых советников, это вряд ли будет возможно. Я увидел, как это действительно хорошо работает в процессе реструктуризации МРИИ, потому что сам был вовлечен в общение с упомянутыми господами. Спасибо. Спасибо, господа и дамы.